Текст избирательного бюллетеня будет вот таким. Он сделан в строгом соответствии с законом. Регистрация кандидатов на должность президента России завершена. Об этом и не только на форуме наблюдателей сообщили члены Центральной избирательной комиссии. Мероприятие собрало около 2000 саратовцев. Все они в марте станут наблюдателями на выборах. Встреча стала первой из череды запланированных. То, что я вижу сейчас, то, что прошло, уже показывает, что вы идете не просто, как говорится, по графику, но и опережая многие регионы, я могу сказать, что вот такой крупный форум вы провели сразу за Санкт-Петербургом. Поэтому здесь, в Саратовской области, в общем, как говорится, если не впереди, то практически впереди. Легитимность, открытость и прозрачность – главное на предстоящих выборах. Для соблюдения этих трех основополагающих необходимо создать все условия. Телеканал «Саратов-24». У меня вопрос к Антону Игоревичу. Как проходит подготовка в Саратовской области к предстоящим выборам? И понимают ли всю важность данного процесса местные ответственные за выборы? Мы надеемся, что понимают, потому что вы знаете, что Саратовская область – это достаточно активный политический регион. Да, безусловно, есть над чем работать. И мы сейчас активно уделяем внимание таким важным направлениям, как наблюдатели, например, которыми сегодня занимались. И важно, что прошла сегодня учеба. И на самом деле та памятка, о которой я тоже сегодня рассказывал, мы надеемся, что будет серьезным подспорьем для работы. Спикеры рассказали о новинках, которые появятся на предстоящих выборах. Например, мобильные избиратели. Гражданам России теперь не обязательно голосовать по месту регистрации. Достаточно подать заявление в территориальную избирательную комиссию, многофункциональный центр или через портал госуслуг и проголосовать по месту нахождения. Такая система значительно упростит процедуру голосования для избирателей и, несомненно, увеличит явку на выборах. Альфия Багапова, Максим Пустовалов, Роман Шельдяев, Саратов, 24.